Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара, сегодня вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Кровавая драма. Неизвестные жестоко избили начальника отдела полиции от Радного и его супругу. Жена полицейского скончалась. Кадровые назначения в региональном правительстве. Новый министр строительства. Вся Самара в одном символе. Дизайнеры, студенты и просто неравнодушные горожане устроили мозговой штурм, чтобы разработать логотип города. Ренессанс самарских фонтанов. Молодые архитекторы соревнуются в креативе. Воздушные ворота под надежной защитой. Самарские зенитчики отмечают юбилей. Расследованием нападения на начальника полиции от Радного займутся московские следователи. Главный вопрос, на который им предстоит ответить, кто и за что так жестоко избил Дмитрия Вашуркина и его супругу. Кровавая драма разыгралась в ночь на воскресенье в поселке Смышляевка. Неизвестные в масках напали на полицейского и его жену в их доме. Сейчас Дмитрий Вашуркин находится в одной из самарских больниц в тяжелом состоянии. Его супруга скончалась. На месте трагедии побывал Сергей Ромашов. Прямо сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Территорию оцепили и посторонних не пускают к дому, где произошло зверское нападение на семью Вашуркина. По предварительным данным нападавших было трое. Они уже находились в доме полицейского, когда Дмитрий и Екатерина Вашуркина вернулись домой и напали на них. Жена полицейского скончалась на месте от рубленной раны головы. Муж от ударов потерял сознание, но утром пришел в себя и сам вызвал полицию. На месте происшествия находится начальник главного управления МВД России по Самарской области и следственно-оперативная группа. По указанию министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева для оказания практической помощи в раскрытии преступления в Самарскую область командированы сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России. В настоящее время для установления и задержания злоумышленников предпринимаются все необходимые меры. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Местные жители потрясены. Подобных преступлений Смышляевка еще не знала. Самая тихая у нас местность. Поэтому я все уже выросла здесь. Дети мои здесь выросли. Никогда такого не было. Расследование этого громкого уголовного дела взял на себя Следственный комитет России. В настоящее время следователи продолжают собирать улики и опрашивать население. Пока версий много. От случайного грабежа до покушения на Вашуркина. В шоке и коллеги Екатерины Вашуркины. В техническом университете повсюду ее фотографии. Здесь не могут поверить, что этой жизнерадостной женщины больше нет. Ну вот кабинет Катерины. Здесь она работала исполняя обязанности заместителя декана. Вот на данный момент здесь не увалено все документами, все чисто, потому что она собиралась в командировку. Все прибрано. Перед отъездом полила цветы. Оставила записку. Сегодня Екатерина должна была находиться в Петербурге. По работе. Коллеги были знакомы с ее супругом. Говорят, ни о каких угрозах в адрес семьи Вашуркиных от Екатерины не слышали. Мы разговаривали только на бытовые темы. И о каких-то вот событиях, связанных со службой мужа, мы никогда этого не касались. Екатерина о мужа отзывалась только уважительно. То есть никаких таких вот видимых проблем, которые могли бы коллегам быть видны, никогда не было. Никаких разговоров, которые бы меня наводили на мысль о том, что какая-то тревожная ситуация, ничего такого не было. Это веселая, симпатичная девушка. Никогда ни с кем у нее не было конфликтов никаких. Все к ней отлично относились на кафедре. Поэтому для нас это, конечно, шок. Многие на кафедре помогали Екатерине с ее научной работой, которая могла бы стать полезной в нефтяной промышленности. Завершать проект теперь будут без нее. Нападение на семью Вашуркиных – это уже второй за год покушения на полицейских и их родственников. В апреле также в собственном доме был убит экс-глава Сызранской полиции Андрей Гошт и пятеро членов его семьи. Сергей Ромашов, Алина Чемерес, Артем Сулайманов, Василий Калдашов. События. И еще одна трагедия случилась на выходных. Из жизни ушел руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации Самары Виктор Ольховский. Ему было всего 45 лет. Департамент он возглавил в июне 2014 года. Проститься с Виктором Вениаминовичем пришли коллеги и друзья. Проститься с Виктором Ольховским пришли его близкие друзья и коллеги. Его смерть стала для всех неожиданностью и большим ударом. Виктор Вениаминович вел здоровый образ жизни и активно занимался спортом. Смерть наступила от оторвавшегося тромба ночью 10 декабря. Виктору Ольховскому было всего 45 лет. Корот понес невосполнимую потерю, перестал бить в сердце замечательного человека. Какой бы пост, какую должность Виктор не занимал, его всегда отличали. Такие качества, как дружелюбие, уважительное отношение к людям, обязательность, забота о людях, внимание к тем людям, с кем сводила его судьба. Нам очень тяжело расставаться с ним, и мы будем вечно помнить его. Это добрейший души человек, это человек, который всегда переживал за то, что ему поручили, за те моменты жизни, которые мы прошли, я могу сказать, только хорошие. Виктор – это колоссальная потеря для всех, в первую очередь для всего самарского спорта. Он готовил наш город к чемпионату мира по футболу. Он строил планы, и этим планом обязательно нужно сбыться. Я очень хочу, чтобы светлая память о Викторе Вениаминовиче жила в нашем городе еще много-много лет. Виктор Ольховский возглавлял Самарскую областную федерацию лыжных гонок. С 2014 года руководил Департаментом физической культуры и спорта администрации Самары. Сотрудники департамента отзываются о Викторе Вениаминовиче как о справедливом, лояльном руководителе. Друзья запомнили его жизнерадостным, внимательным и отзывчивым человеком. Очень много Виктор Ольховский сделал для развития спорта в Самаре и для подготовки родного города к чемпионату мира по футболу. Было еще много планов, которые он не успел реализовать. Теперь его дело продолжат коллеги. Похоронен Виктор Ольховский на городском кладбище. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Новым министром строительства Самарской области станет Александр Баландин. Постановление о его назначении подписал губернатор Николай Меркушкин. Ранее Александр Баландин был главой Волжского района. У нового министра профильное образование. Он с красным дипломом окончил Кубышский инженерно-строительный институт и первые три года после вуза трудился непосредственно в строительной сфере. Также у Баландина есть большой опыт взаимодействия со строителями. В последние годы в Волжском районе активно возводится новое жилье и социальные объекты. Он курировал создание новых микрорайонов «Крутые ключи» и «Южный». На вновь назначенного руководителя министра региона возложена большая ответственность, в том числе подготовка к чемпионату мира по футболу. К своим обязанностям он приступит на этой неделе. Здесь нам нужен человек такой, и не испорченный, прежде всего. Отдавался полностью делу, и дело для него было всегда номер один, а не какие-то другие вопросы, к сожалению, которые иногда бывают у наших некоторых чиновников. Я понимаю уровень ответственности. Буду делать все для того, чтобы оправдать это доверие. Я убежден, что консолидированные работы с муниципальными образованиями области, с другими министерствами и ведомствами и при вашей поддержке позволят, конечно, решать те задачи, которые сегодня стоят перед строительной отраслью. Развитие коммунальной инфраструктуры региона обсудили на встрече губернатор Николай Меркушкин и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Виксельберг. В совместно с компанией в Самарской области реализуется немало долгосрочных проектов. Большая инвест-программа действует в области водоснабжения. Виктор Виксельберг заверил, что все объекты будут сданы в срок и в хорошем качестве. Впереди новые проекты. Они касаются модернизации системы теплоснабжения. Особое внимание уделят повышению качества услуг для жителей Самары и области. Ну, надо как можно быстрее двигаться. У нас чемпионат мира по футболу. Здесь, правда, все, что касается воды, мы знаем, что там вопросы гарантированно решаются. Но что касается, условно, населения, тут вопросов еще очень-очень много. Нам предстоит, конечно, большая работа. На сегодняшний день мы представим вам обновленную инвестиционную программу, в первую очередь в области теплоэнергетики, которая позволит в ближайшее будущее качественно заменить ситуацию как в Самаре, так и в Тольятти, в области в целом. Под решение этой задачи у нас уже подготовлены соответствующие бизнес-проекты. Другим новостям. На прилавках самарских магазинов и рынков подешевели сахар, подсолнечное масло, апельсины и мандарины. А вот какие продукты подорожали, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В начале недели нефть стремительно дорожает. За один баррель марки Brent дает 56 долларов 70 центов. Валюта на этом фоне дешевеет. На 13 декабря Центробанк установил курс доллара на отметке 61 рубль 58 копеек. Евро 65 рубля 7 копеек. Золото стоит 2378 рублей. Серебро 34 рубля 86 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 64 рубля 6 копеек. Дороже всего продать за 60 рублей 94 копейки. Samsung принудительно заблокирует все Galaxy Note 7 при помощи специального приложения. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple. Компанию подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ремонта айфонов. А в Самаре предприниматели вовсю готовятся к Новому году. Это заметно по ценникам на продуктах. По информации Министерства экономического развития, в магазинах и на рынках особенно подорожали свежие огурцы и помидоры. Также прибавили в цене куриные яйца. А вот сахар, подсолнечное масло, апельсины и мандарины наоборот подешевели. Так что лучше закупиться, пока и они не прибавили в цене. На этом все. Удачи в делах. На полпути к логотипу Самары о ценностях и смыслах, которые должен нести этот символ, минувшие выходные спорили профессионалы и обычные горожане. Чтобы прийти к общему мнению, потребовалось почти 8 часов. За дискуссией следила Валерия Макарова. Гул нескольких десятков голосов заполняет всю аудиторию. Очередное задание выполняют участники сессии по разработке смыслов логотипа Самары. Дизайнеры, пиарщики и просто неравнодушные горожане готовы потратить свой выходной на мозговой штурм и творческую работу. Все ради одной цели – понять главные ценности города Самары. Чего мы хотим сегодня получить? Мы хотим понять, какой мы город и чем мы отличаемся от всех остальных. Мы хотим найти свою уникальность. И она обычно у нас выражена все-таки в словах. Поэтому, да, мы хотим, собственно говоря, найти те слова, которые для нас значат именно наш город. Найти эти слова необходимо, чтобы потом выбрать для них самый точный визуальный образ – логотип города. Значение сегодняшнего дня настолько большое, когда у нас закончится сегодняшний день, мы будем считать, что мы прошли 50% всего пути. Результаты позволят нам сформулировать техническое задание для разработки логотипа. Позволят нам в дальнейшем более эффективно организовать работу рабочей группы, которая проведет отборочный конкурс по выбору лучших проектов логотипа, которые будут в последующем вынесены на обсуждение всех горожан. Все участники сессии сошлись на том, что Самаре важен ее исторический центр. Развитие инноваций и прорывных технологий, сохранение самарской руки и поддержание статуса туристического города. Эти результаты теперь будет анализировать рабочая группа при городском департаменте градостроительства. Мнение общественности и профессионалов ляжет в основу тех заданий для создания логотипа Самары. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Фонтаны возвращаются в Самару. Водные арт-объекты должны стать одним из главных украшений парков и скверов. Минувшим летом в городе работали более 30 архитектурных гидросооружений. Но в планах у властей восстановить еще 20 старых и построить новые. Свой взгляд представили молодые архитекторы творческой мастерской, ожившие фонтаны Самары. С проектами ознакомился Олег Зверев. Это пока только предложения, но они вполне заслуживают внимания. А наиболее креативные вправе рассчитывать на успех. Молодые архитекторы предлагают, как восстановить городские скверы, которые в советские годы были лицом города, но впоследствии оказались в заброшенном состоянии. И в центре каждой композиции фонтан. Ольга Цанских разработала проект реконструкции площадки на улице Красноармейской возле офицерского дома. Преображенный сквер у офицерского дома должен стать визитной карточкой города и создавать первое впечатление для гостей, поскольку находится как раз на пути от вокзала к историческому центру. И ключевым объектом этой площадки может стать фонтан. Причем архитекторы предлагают сделать не одну форсунку, как было раньше, а целый комплекс гидротехнических сооружений. Туда, где сегодня засуха и ржавые трубы, должна вернуться вода. Причем, согласно проекту, в итоге этот сквер мог бы украсить завершенный архитектурный ансамбль. Мы пытались в проекте оживить этот фонтан, привнесли новые функции в него. То есть, кроме того, что он составляет ансамбль возле дома, добавили сюда еще ленточные два фонтана, для которых достаточно значительно. Вода в этих ленточных фонтанах имеет небольшой уклон. Эти фонтаны можно будет использовать зимой в виде горки. В Самаре этим летом работали 33 фонтана. Есть восстановленные, но есть и пока заброшенные. К 2018 году многие из них должны заработать вновь. Студент Михаил Мятежин предложил восстановить фонтан на пересечении Чапаевской и Красноармейской. Его проект учитывает еще и памятник красноармейцам, а значит, и в оформлении фонтана – патриотическая тема Красного Знамени. Всего творческая мастерская «Ожившие фонтаны Самары» представила шесть эскизов на три гидротехнических сооружения. Мы сейчас рассматриваем именно уже существующие фонтаны. То есть это не какие-то новоделы, это что-то новое. Это именно то, что уже было, но важно сделать так, чтобы оно ожило. Сами архитекторы понимают, что каждый из этих проектов вряд ли будет реализован в этом виде. Но в итоге именно их идеи могут стать основой обновленного вида городских парков и скверов. Олег Зверев, Константин Головин. События. Наступившие морозы дали фору службам ЖКХ и благоустройства. До конца недели город должны очистить от снега полностью. Итоги уборки за прошедшие выходные обсудили на совещании в мэрии. Суббота и воскресенье выдались рабочими для коммунальщиков и служб благоустройства. Только за прошедшие сутки на полигоны вывезли почти 2000 тонн снега. Всего с начала зимы более 35 тысяч тонн. На борьбу со снежными заносами на дорогах города были брошены 300 единиц спецтехники и более 500 рабочих. Работали в две смены без перерыва. Управляющие компании тоже постарались привести в порядок проезды и тропинки во дворах. За выходные расчистили почти 80% территории. Но расслабляться не стоит, замечает глава города Олег Фурсов. Ведь зима только начинается. Месяц сложный, снегопады еще обещают нам, поэтому нужно наращивать требовательность и контроль над работой управляющих компаний. Поэтому, пожалуйста, эту работу продолжайте усиливать. Коммунальщики просят водителей не бросать свои машины на обочинах дорог. Автомобили мешают спецтехнике убирать улицы. Элита вооруженных сил, самарские зенитчики отмечают юбилей. 75 лет исполнился дня создания 568-го зенитного ракетного полка. Подразделение принимало участие в ключевых сражениях Великой Отечественной войны. На торжественном собрании коллективу полка вручили символы города трудовой и боевой славы. Это их заслуга, что в годы войны ни один вражеский самолет на выстрел не подлетел к Убишевской области. Самарские зенитчики отмечают юбилей. 568-му зенитному ракетному полку исполнилось 75 лет. Егор – рядовой срочной службы, он из Екатеринбурга. Хотел попасть в технические войска, работа с установкой С-300, для него именно то, что нужно. Образование у меня среднестехническое. Я хотел, конечно, попасть в такие виды войск, чтобы было связано что-то с техникой. Ну вот так и получилось. С техникой мы возимся каждый день. На торжественном собрании в честь юбилея вручены награды от командования. По словам и благодарностям защитникам воздушных ворот Самары обратился глава города. Олег Фурсов отметил боевые заслуги войск противовоздушной обороны. Они защитили страну в сороковые и с тех пор поддерживают боеспособность. Вы постоянно совершенствуете свое мастерство. И в августе этого года проходили международные соревнования «Ключи от неба», где также наши антенитно-ракетные войска показали свою блестящую подготовку. Это тоже нас очень сильно радует и не может не служить примером для всех тех, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству или собирается это сделать. Еще раз примите самые искренние поздравления с юбилеем. Счастья всем вам, успехов! Благодарственные письма вручены солдатам и офицерам, а всему коллективу полка – символы город, трудовой и боевой славы. Почетный знак, грамоты и флаг Самары с наградной лентой теперь займут достойное место в красном уголке части вместе с флагом России и знаменем зенитно-ракетных войск. Заслуги 568-го полка особо отметило и командование 76-й дивизии ПВО, подразделением которой является полк. От всего личного состава 76-й дивизии противовздушной обороны примите искренние и сердечные поздравления 75-летним юбилеем части. Прославленный 568-й краснознаменный зенитно-ракетный полк, образованный в суровые годы Великой Отечественной войны, прошел славный боевой путь, выполняя ответственные задачи главного командования. Зенитно-ракетные войска сегодня – это элита вооруженных сил России. На боевом дежурстве – самые современные средства ПВО, а впереди не менее важные служения в деле защиты воздушных ворот страны. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Интриги не случилось. На первом собрании областного избиркома в новом составе председателем снова выбрали Вадима Михеева. Он занимал этот пост с 2011 года. Члены комиссии выбрали председателя, его заместителя и секретаря. Марина Матвейшина из областного избиркома. Единогласно председателем избиркома Самарской области выбран Вадим Михеев. В 2010 году он вошел в состав избиркома Самары. Затем стал заместителем председателя избиркома Самарской области. А в 2011 году занял пост председателем. Вы знаете тот тренд, который задан Центральной избирательной комиссией о повышении доверия наших граждан к выборам. Областная избирательная комиссия в полной мере хочет реализовать вот так, как это положено, чтобы с каждым годом все меньше и меньше жителей Самарской области не доверяли нашим выборам. Поэтому мы будем двигаться в этом направлении. На должность главы регионального избиркома Вадим Михеев рекомендовал Центр избиркома. Сравнивая избирательную кампанию в различных субъектах Российской Федерации, я могу сделать вывод, что вы одна из наиболее таких подготовленных, заостренных на позитивное политическое решение вопросов, которые возникают в ходе избирательной кампании. Новый состав избирательной комиссии Самарской области будет учитывать и накопленный опыт. И эта площадка будет площадкой не только для официальных политиков, представителей партий, но и для журналистского корпуса. Кроме того, сегодня выбрали заместители председателей, им стал Алексей Солдатов, секретарем избиркома выбрали Наталью Таран. Напомним, в связи с окончанием полномочий избиркома Самарской области предыдущего состава губернаторы губернской думы сформировали новую избирательную комиссию, которая и будет заниматься организацией выборов в ближайшие пять лет. Красноярцы выиграли областной турнир мини-футбол-школы и в феврале поедут в Нижний Новгород на всероссийский финал. Как выступили самарские футболисты, расскажет Сергей Кизоркин. Смотрим его рубрику «Новости спорта». Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и, значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Старшеклассники 72-й Самарской школы приехали в МТЛ-арену побеждать в финале областного турнира по футзалу. У них это уже не первые соревнования. Юноши тренируются вместе несколько лет. Поэтому и результат команды здесь показывает достойные. Сначала победа на Самарском, отборочном этапе, потом в группе «Север». Теперь на кону золото областного финала. Инициатива полностью в первую очередь исходила от детей, от учащихся. То есть трудностей с подбором игроков для команды не было. У нас очень хорошие нападающие, техничные. Вратарь у нас очень надежный. Действительно первый номер, незаменимый. За кубки и медали играли школьные команды девушек и юношей в четырех возрастных категориях от 10 до 17 лет. До пьедестала почета добрались 12 сильнейших. Очень много команд, которые и показывают хороший футбол. Самое главное, это учителя физкультуры активно помогают им в этом, проводят тренировки, организуют мастер-классы. И в дальнейшем, я думаю, это им поможет заняться, уже профессионально перейти в спортивные юношеские клубы. По мнению ветерана Крыльев-Советов Валерьяна Панфилова, который увидел все матчи финальной серии турнира мини-футбол в школы, начать играть в футбол можно в любом возрасте и при желании возможно стать профессионалом. Секрет успеха – кропотливые тренировки. Я начал играть в 13, в организованной, начал ходить на локомотив. Кто-то где-то увидит какой-то там технический прием, уже начинаем пробовать, друг с другом показывают все. Вот, поэтому футбол всю жизнь был, присутствовал, и каждый день. Сейчас три раза, там, четыре раза в неделю. А это мы каждый день бегали. Чемпион областного турнира мини-футбол в школы в старшем возрасте – команда из Красного Яра. В феврале 2017 года они поедут в Нижний Новгород на всероссийский финал соревнований. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на Самара Гиз и смотрите все самое интересное. Читайте на ствиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»